Как исполняются в Чувашии государственные и муниципальные контракты? Все ли условия соблюдаются подрядчиками? Много ли претензий к качеству и срокам работ? Выясняли на совещании глава Чувашии и правительство республики. Обсудили и результаты мониторинга цен на лекарства. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Еженедельное совещание началось с минуты молчания в памяти о жертвах самой крупной в истории российской авиации катастрофы, которая произошла в субботу на Тинайском полуострове. Минэкономразвитие Чувашии проанализировало выполнение государственных контрактов за последние три года. Заключено более 19 тысяч контрактов на общую сумму около 8 миллиардов рублей. Практически все исполняются в срок и с надлежащим качеством. Претензии приходится предъявлять в 0,3% случаев. Если говорить о досудебной претензионной работе, то с целью принятия мер к недобросовестным поставщикам, исполнителям, подрядчикам, госзаказчиками по контрактам, заключенным с 2013 года по 9 месяцев этого года, выставлены к уплате неустойки в размере 8,9 миллионов рублей. Из них уплачено в бюджет в добровольном порядке 4,7 миллиона рублей. Одна из мер воздействия в договоре прописывается пункт об удержании суммы пений и штрафов при окончательном расчете с исполнителем контракта. Вероятно, что недобросовестный заказчик компенсирует вред, причиненный своими действиями или наоборот бездействием, в этом случае достаточно высока. Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратил внимание, хотя количество неисполненных или исполненных с нарушениями контрактов невелико, в рублях это ущерб свыше 300 миллионов. Михаил Игнатьев также отметил, недостаточно жестко ведется работа с нарушителями контракта. Разговор с заказчиками, которые не обращаются в суды для взыскания неустойки, будет предметный. В каждом министерстве, у каждого государственного заказчика, у муниципального заказчика есть бухгалтера, есть экономисты, есть юридические службы, по крайней мере. Надо тщательным образом смотреть, оценивать. Иван Борисович, давайте вы со своей стороны посмотрите, если на самом деле ситуация в конце года не изменится, мы по итогам года в первом квартале будем рассматривать на совете по коррупции с участием правоохранительных органов, прокурора и республики, и будем смотреть. Объективно, когда, это один вопрос, когда мы недорабатываем или специально создаем такие условия для того, чтобы со стороны подрядчиков неустойки не выплачивалось, там очень много вопросов будет подниматься. Руководитель Минздрава Алла Самойлова доложила, цены на препараты из списка жизненно необходимых и препараты топ-10 по сравнению с началом года существенно не изменились. В среднем повышение составляет в клиническом сегменте 4,7%, в амулаторном – 8,3%. По сравнению с январем 2015 года наибольшее повышение розничных цен зафиксировано в ценовой категории до 50 рублей. То есть это так называемые, ну можно сказать, дешевые препараты. Для сравнения в категории от 50 до 500 рублей повышение составило почти 8%. И в наиболее дорогих препаратах, то есть свыше 500 рублей, рост зафиксирован на 3,4%. Величина розничной торговой надбавки на сопоставляемые препараты в республике составляет 23,2%. По России этот показатель 24,5%. На совещании вручили государственные награды и благодарности тем, кто принял наиболее активное участие в подготовке и проведении 70-летия Великой Победы. Медаль Ордена за заслуги перед Чувашией получил министр внутренних дел Сергей Семенов. Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика.